Этот тест я давно хотел провести на недорогих битах для шуруповерта, ведь закалка металла возможна не только нагревом и последующим охлаждением в масло, а и цементацией верхнего слоя токами высокого напряжения при помощи графита. Для теста я купил три одинаковых биты под стандартные саморезы. Первую я оставлю полностью в заводском исполнении, вторую закалю в масло, а третью с помощью графита и высокого напряжения. Графит я решил взять из отслуживших свой срок батареек. Все батарейки, как оказалось, устроены по-разному, и если зрителям будет интересно, я сниму ролик, чем отличаются дешевые и дорогие батарейки. А вот куда я собрался применить корпус от батареек, попробуйте угадать в комментариях. Графитовые стержни нужно измельчить в порошок, это можно сделать обычным молотком. А закалку я решил начать именно с третьей биты. Этот станочек для электрической гравировки вы уже видели, или ищите ссылку в описании. А в этот раз он нам пригодится для поверхностной закалки металла с помощью графита, который называется цементация. Напомню желающим повторить этот опыт. Напряжение в сети 220 вольт, будьте осторожны, и без диплома электрика этот опыт лучше не повторять. Электрическая дуга, возникающая при соприкосновении металла с графитом, создает в воздухе ощутимый запах озона. По времени закалку я продолжал примерно 5 минут. Наблюдать за огнем искренне занятие очень увлекательное. Бита на удивление не обгорела, все грани остались четкими, и лишь немного приобрели черный оттенок. Но по условиям опыта нам нужна лишь поверхностная цементация. В следующий раз я повторю этот опыт в течение часа, чтобы сравнить результат. А теперь время испытать настоящую закалку огнем и резким охлаждением. Чтобы бита не остывала при закалке, я зажал ее не плоскогубцами, а накрутил на тонкую вязальную проволоку. Нагревать ее я буду обычной газовой горелкой, но температуру я выставил не на максимум, а среднюю, чтобы металл успевал плавно прогреваться, без резких перепадов температуры, а значит и без трещин. Контролировать температуру можно по специальной цветовой таблице, которую легко найти в интернете. А закалку можно проводить не только в масло, а и в воду. Но это уже слишком большой стресс для металла. После закалки бита приобрела красивый вороненый черный цвет. Отлично! Теперь можно переходить к механическим испытаниям. Напомню, что первая бита у нас без закалки, вторая закалена в масло, а третья графитом и высоким напряжением. Первый тест я сделаю надфилем. Прислушайтесь к звуку, он говорит о многом. Бита закаленная в графите меня порадовала больше всего. А теперь испытание более тяжелое. Грубым напильником я снял более глубокий слой металла. И лучше всего эту нагрузку выдержала бита, закаленная в масло. Но главное испытание это проверить биты на прочность в своих естественных условиях. Ведь главная их работа это закручивать саморезы. А при закручивании бита часто срывается и скользит по острым впадинам закаленного самореза, срывая и изнашивая свои грани. Для этого теста я каждую биту по 3 минуты прокрутил на свежем саморезе. И результаты оказались весьма интересные. Первая бита из магазина без закалки за 3 минуты практически полностью пришла в негодность. Бита закаленная в масло держалась гораздо лучше, что вполне предсказуемо. Грани этой биты вообще не имеют серьезных видимых повреждений. И больше всего меня интересовала бита после неглубокой поверхностной цементации. Граффит закалил лишь тонкий верхний слой и наверняка глубоко внутрь закалка не прошла. Давайте рассмотрим их поближе. Первая бита справилась хуже всего и годится только на выброс. Вторая бита не получила серьезных видимых повреждений и смело заняла первое место и отправляется в ящик для инструментов. А бита, хоть и неглубоко закаленная граффитом, получила законное второе место и повреждения у нее на удивление совсем незначительные. Смотрите и другие мои ролики. И до встречи в комментариях.